На прямой связи со студией Анастасия Егорцева. Настя, доброе утро! Что же сегодня происходит? И что же вы подготовили к утреннему эфиру? Доброе утро, студия! Доброе утро, телезрители! В Евпиатуре продолжается масштабная зачистка города. Демонтируют незаконно возведенные гаражные сооружения, рекламные конструкции, нестационарные объекты, а также разгоняют стихийные рынки. В гостях утро нового дня начальник управления муниципального контроля администрации Евпатории Иван Варахобин. Иван Сергеевич, здравствуйте! Доброе утро! Скажите, как евпаторийцы на это реагируют? Реагируют евпаторийцы по-разному. Если традиционно в курортный период мы занимаемся незаконной торговой деятельностью на набережных территориях и как раз-таки разгоняем ту стихийную торговлю, которая образуется в курортной зоне, то традиционно в межсезонье мы переходим к более четкому контролю за соблюдением требований правил благоустройства на территории уже всего города. Как все знают, правила благоустройства включают в себя огромное количество вопросов, насущных для нашего города. Это и незаконная парковка автотранспортных средств на газонах и иных местах, не предусмотренных для этого законом. Соответственно, и законность размещения рекламных конструкций, наличие мусорных урн при входе в торговые объекты, заключение субъектами хозяйствования договоров на вывоз твердых коммунальных отходов, законность размещения нестационарных торговых объектов, вплоть до выгула животных в наморниках и при поводках. Соответственно, все это вопросы о соблюдении требований правил благоустройства. И непосредственно этим вопросом в межсезонье основной акцент выделяется таким вопросом. То есть, заниматься есть чем, да? Масштабная зачистка, она у нас круглогодичная. Но все-таки стихийные рынки, они у нас постоянно и в межсезонье, и летом. Скажите, как вы с ними боретесь? Вы знаете, бороться с таким явлением, вот стихийные рынки, это как вода, конечно. То есть, убрав стихийный рынок с одного места, он куда-то плавно перетекает в другое. Поэтому контрольные мероприятия по данному направлению приходится проводить с постоянной периодичностью. У нас всего три места дислокации вот таких стихийщиков в городе, на которые мы регулярно выходим с контрольными мероприятиями в рамках рейдов. Составляем протоколы по каждому из таких фактов. Если есть факт размещения нестационарного торгового объекта в виде палатки, выдаем предписание на его демонтаж. Если нас правонарушители не слышат, демонтируем их в принудительном порядке. К таким рейдам обычно привлекаем мы сотрудникам госком ветеринарии и сотрудникам полиции в том числе. И в большинстве случаев незаконно реализуемый товар, он либо изымается, либо утилизируется тут же на месте в зависимости от конкретных обстоятельств и ситуации. А есть какая-то статистика? Мы можем говорить о результатах? Допустим, в этом году вот меньше выходит таких недобросовестных предпринимателей. Вы знаете, могу рассказать интересную историю. Мы проводили своеобразный такой тест. Мы вывели наших сотрудников, выводили наших сотрудников ежедневно два раза в день в район одного из стихийных рынков города. Тем не менее, составив административные протоколы и полностью свернув эту деятельность, мы, к сожалению, понимаем, что через два часа стихийный рынок образуется вновь, уже новые лица прибывают на данное место. Поэтому такую деятельность необходимо, как я уже говорил, осуществлять на постоянной основе. И работа такая проводилась на протяжении практически месяца. И мы поняли, что по результатам месяца все равно должного влияния данные меры не возымели. Поэтому только систематичность. И тем не менее, сейчас с руководством администрации города прорабатываем вопрос, как полностью решить эту ситуацию. Есть определенные наметки. Надеюсь, что в ближайшее время уже нам будет похвастаться более серьезными результатами на данном направлении. В основном на подобных территориях это сельхозпродукция. У нас предоставляются ли вообще бесплатные места муниципалитетам на рынках? Почему, на ваш взгляд, люди идут торговать у дороги? Вы знаете, вопрос достаточно дискуссионный. На самом деле, на каждом рынке города предоставляются специально места, бесплатные места, подчеркиваю, для лиц, которые реализуют сельскохозяйственную продукцию, выращенную ими на своих огородах. Мы не говорим сейчас о так называемых перекупщиках, которые скупают где-то на оптовых рынках и потом самостоятельно это перепродают, таким образом зарабатывая денежные средства. Мы говорим конкретно о жителе села, которые самостоятельно выращивают и приходят продать, чтобы заработать какую-то копейку. Для таких лиц на рынках специально предусмотрены места. Они бесплатные, подчеркиваю еще раз, и порядок занятий этих мест, и предоставление, соответственно. Он элементарен. Мы это все уже проходили, проговаривали, то есть я думаю, что нет смысла сейчас об этом повторяться. Лица, тем не менее, предпочитают незаконный вид торговой деятельности, потому что, возможно, те места, которые им предоставляют, они не настолько, можно так сказать, проходные, как те места незаконной торговли, которые занимают вот такие недобросовестные предприниматели. Кроме этого, вы сейчас масштабно начали демонтировать гаражи. Какие районы? Есть ли вообще незаконные? Да, безусловно, в нашем городе есть такая проблематика, как незаконные гаражные сооружения. Конечно, с каждым годом их количество становится все меньше и меньше. Последние несколько лет мы ведем интенсивную работу на данном направлении. Только вчера совместно с вашими сотрудниками вместе с вами зачищали одну из таких точек. Сегодня такая работа продолжится. Буквально в ближайшее время, до конца года, планируем демонтаж еще сотни незаконно размещенных гаражных сооружений. За минувшую часть года около 30-35 объектов уже было демонтировано таких. Работа идет масштабная. Будем заниматься в самое ближайшее будущее улицами Чапаева, Интернациональной, Тимирязева улица и ряд самых центральных улиц, также где размещаются незаконные вот такие гаражные сооружения. К сожалению, время эфира подходит к концу. Давайте вот вкратце быстренько вы сейчас мне расскажете про парковки на зеленых зонах. Это актуально до сих пор для Евпатории или это проблема искорена? Вы знаете, да, с наличием огромного количества транспортных средств в настоящее время на территории республики, это проблема не только для нашего города, действительно имеет место фактор незаконного размещения автотранспортных средств на зеленых зонах. Сотрудники управления выходят, фиксируют факт правонарушения, то есть, соответственно, делается фотография автотранспортного средства. Далее по номеру, государственному регистрационному номеру, спрашивается сведение в ГАИ. Мы получаем информацию о собственнике, и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях позволяет нам в таком случае составлять административный протокол непосредственно на собственника авто, а не на то лицо, которое, возможно, припарковалось на газоне. Таков закон. Поэтому по каждому факту реагируем, привлекаем лиц к ответственности, и напоминаю, что за незаконную парковку на зеленых зонах такой вид наказания, как предупреждение, в принципе, законом не предусмотрен. Это новелла 2019 года законодательства республики. По каждому такому факту мы непосредственно правонарушителей штрафуем, назначаем админнаказание в виде штрафа. Иван Сергеевич, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Мы желаем вам хорошего дня. Коллеги, я передаю вам слово. Скажите, как у вас относятся к подобным рейдам? Ну, я думаю, что те люди, которые компетентны отвечать на этот вопрос, мы обязательно их позовем в эфир, и вы уже узнаете ответы. Ну, а вам большое спасибо. Желаем вам интересного и продуктивного дня. И напоминаем, на связи был Евпаторийский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Анастасия Егорцева. Продолжение следует...